Вот такое сочетание старины и современности. Разве может быть что-то лучшее? Нахожусь в районе Евромачте, Роттердам, все тот же, как вы помните. Продолжаю рассказывать про Голландию, история, традиции Голландии. Архитектура голландская, конечно, поражает очень-очень сильно своими формами. Здесь у нас швартуются водные автобусы, как они в дословном переводе звучат. Ну, в общем, как вы видите, баржи, которые паромы перевозят пассажиров, вероятно, с одного берега на другой. Здесь достаточно гармонично все как-то выглядит, на мой взгляд. То есть такая лагуна в некотором роде, пирсы сделаны для посадки пассажиров. Вот, и даже убогие здания вписаны в новую архитектуру, и это выглядит очень все эстетично. Честно сказать, не то что эстетично, но и изящно, и гармонично. Поэтому очень даже органично, в сочетании вместе с водой. Поэтому голландцы, наверное, одни из первых, одни из всех, кто умеет отлично работать с водой и с землей. Вот, ну, поедем дальше. Снова на берегу Мааса, и у нас уже Роттердам совсем близко-близко. Что мы здесь имеем? Опять же, имеем разные портовые сооружения на этом берегу. Наверное, будет плохо видно против солнца новые жилые районы в перемешку с кранами. Самое удивительное здесь, это то, что, в принципе, на набережной нет никаких ограждений. И вы свободно можете в каком-либо состоянии, эмоциональном или опьяненном, или еще в каком-нибудь, вы можете просто не заметить, или вечером не заметить и свалиться в реку. Ну, видимо, здесь такого не происходит, и поэтому никто не переживает, и поэтому ограждения не ставятся. Вот такой маяк, который, соответственно, оповещает вечером и ночью корабли о том, что здесь находится набережная. Судя по всему, через МААС-туннель можно на велосипеде, поэтому попробуем рвануть туда на велосипеде. Здоровые нефтепереливные баржи. В общем, вот он, дух Роттердама. Непосредственно рядом с городом, с квартирами начальников, которые управляют судоходными компаниями, к которым причислены данные баржи. Вот такая портовая жизнь. Любой город, пожалуй, в солнечную погоду будет выглядеть прекрасно, но Роттердам в солнечную погоду выглядит еще прекраснее. Ну, за исключением, конечно, Санкт-Петербурга. А так, как бы, вот мы видим сейчас такие небоскребники, которые вырастают прямо из-под земли и очень-очень гармонично дополняют общий вид города. Собственно говоря, подъехал к мосту Эразмуса. И что, мост-туннель что-то меня как-то обошел. Нельзя туда, видимо, на велосипеде. И сейчас нахожусь рядом с мостом Эразма и поеду через него, пожалуй. Вот такое сочетание старины и современности. Эразе может быть что-то лучшее. Посмотрите, какой старинный, можно сказать, просто древнейший фонарь. Конечно же, восстановленный, безусловно. А этот современный облик города. И вот слева можно видеть носы кораблей. И там у нас, как бы, женщина пытается рубанком что-то восстанавливать. Ну, разве это не мило? Это просто шедевральный кадр, в котором собралась и старина, и современность. Просто великолепие. Это еще более шикарный кадр. Здесь мы можем наблюдать вероятную ассоциацию с мостом. Или, возможно, то, как данный мост был выдуман. На самом деле, мост сравнивают с лебедем. Что остов моста напоминает лебедя. А, соответственно, тросы, которые оттуда отходят, это его крылья. Вот, так, скорее всего, это мачта, от которой также отходят тросы. И вот мы сейчас на прямом сравнении можем это наблюдать. Вот так вот старые голландцы проводят свободное время на карантине. Залезли себе в свое судно и читают, греются на солнышке. Гениальная гавань, маленькая гавань. Я здесь еще ни разу не был и очень сильно восхищен. Просто красотища. Это просто шедеврально. Не знаю, у меня просто этот вид этих старых домов из красного кирпича с белыми облицованными или выделенными балками просто возбуждает, так сказать. На этом солнце это просто гениальное творение. Это единственный сохранившийся район Браттердама после бомбежек сорокового года. В центре было все стерто с лица земли. Вот эта часть была сохранена и чуть-чуть восстановлена. А что вы думаете про будущее? Я вот думаю ехать туда. Ну что, поехали. Вперед.